Приветствую всех любителей шахмат! Мы продолжаем изучать типовую позицию миттельшпиля с висячими пешками и сегодня рассмотрим партию Яна Тиммана против Александра Белявского, сыгранную в 1984 году. Знаменитый нидерландский шахматист руководил белыми фигурами и отправил в бой ферзевую пешку. Черный отвечает симметричным d5. На доске получается отказанный ферзевый гамбит. Белый нажимает на центр, черный также развивает коня, следует связка с поля g5, черный защищается от связки и готовит рокировку в короткую сторону. Белый берут под контроль центральное поле e5, черный спрятали короля в безопасное место. Тиммана открывает диагональ для развития белопольного слона, черный заставляет определиться чернопольника соперника и после ухода этого слона на поле a4 играет b6, решая проблему с развитием своего белопольного слона, который в данный момент ограничен пешкой e6. Это так называемая система тартакувера Макогонова-Бондаревского, которая чаще всего приводит к образованию висячих пешек, либо у черных, либо у белых. Развитием слона на поле e2 белый готовит рокировку в короткую сторону, черный также развивает белопольного слона, белый устанавливает ладью на полуоткрытую линию, ну точнее линия пока закрыта, но вскоре может вскрыться. Черный заканчивает развитие легких фигур, и вот белый меняется на поле d5, а затем рокирует в короткую сторону. Александр Белявский начинает борьбу за центр, белый меняется на поле c5 и получается типовая позиция миттельшпиля с висячими пешками. К преимуществам данной пешечной пары можно отнести пространственные завоевания, контроль центральных полей, а также динамический потенциал. Любая из этих пешек может при случае отправиться вперед. Недостатки висячих пешек также ясны, поскольку их не защищают другие пехотинцы, белый оказывает на эти пешки давление. Чем меньше будет фигур на доске, тем сложнее защищать эти слабости. В соответствии с этим белый, как правило, стремятся к разменам фигур и переходу в окончание, черный наоборот уклоняется от данных разменов, и пытается как-то обострить позиции уже вышеуказанными прорывами либо d4, либо ходом c4 с последующей атакой по линии b на пешку b2. Далее Ян Тимон переводит слона на диагональ h2b8, полагая, что слон здесь расположен лучше. Черный соединяет между собой ладьи и хотят установить ферзя на поле e6, где он будет защищать пешку, расположенную на поле d5. В то же время ферзя с поля e6 никто не сможет потревожить, ни конь с поля g5, ни конь с поля d4. Ян все-таки нападает на этого ферзя, а также прицеливается к пешке c5. Ферзь отступает на поле e6, и белый жертвует пешку ходом b4 для того, чтобы изолировать пешку d5. Принимать пожертвованную пешку невыгодно, поскольку белый нападает на ферзя, после отступления играет слон d3, затем меняет ферзей и внедряется ладей в обжорный ряд, нападая и на слона, и на коня, и получая большое преимущество. Поэтому Александр отказывается от принятия жертвы пешки в пользу хода c4. С одной стороны у белых появляется опорный пункт d4 для коня, с другой стороны пешка c4 является защищенной проходной. Итак, Тимман еще раз напал на ферзя, ферзь уходит на поле a6, и здесь нужно было пойти либо ладья b1, либо a3, защищая пешку на поле b4, на которую нападает вражеский слон. Но Тимман решил продвинуть пехотинца до поля b5. Эта пешка теперь становится оторванной от базы и в перспективе может оказаться слабой. Такие себе нападательные шахматы. Белый все время пристает к бедному ферзю. Этот ферзь теперь отступает на поле a5. Белый играет конь c6, создавая еще одно нападение на ферзя. Здесь уже, видимо, приходится меняться на поле c6. Ну и непонятно, пешка на поле c6 сила или слабость. Скорее всего слабость, поскольку она находится на закрытой линии. Конь отступает, нападая на пешку. Пешка идет вперед. Конь переходит на поле a6, создавая еще одно нападение на пешку c7. Ян Тимман переводит коня на c3 для того, чтобы контратаковать пешку d5 на случай массовых взятий на c7. И здесь Белиавскому нужно было пойти слон b4, атакуя коня после примерного ферзи 2. На доске сложная позиция со взаимными шансами. Но вместо этого он допускает серьезную ошибку. Переводит ладью на поле c8. Идея черных ясна. Это выиграть пешку на поле c7. Но у белых был конкретный ответ слон g4. И, видимо, оба соперника прошли мимо этой возможности. Кажется, что черные могут просто поменять слона, но выясняется, что у белых находится промежуточный удар конь d5. У черных теперь зависает слон на поле e7. Если этот слон отступает, то белый пробивает на поле c4, создавая еще одно нападение на коня. И что теперь с этим конем делать? Если черный защищается ходом h5, тогда белый прогоняет коня. Затем забирает пешку на поле h5 и защитится от удара на поле f6. Видимо, у черных нет возможности. Если же конь отступает на поле e5, то белый предварительно меняется в центре доски. А затем играет конь e7, коневая вилка. Забирает качку на поле c8. Затем нападает на ладью. Черным приходится уже здесь пробивать на поле c7. Но у белых находится шаг с поля e8. И затем нападение на коня, а также на слона. Перегрузка. Ферзь перегружена обязанностями. И черные несут материальные потери. Что ж, довольно непростые варианты. Но объективно ход слон g4 позволял белым получить серьезное преимущество. А вот то, что случилось в партии, а именно продолжение e4, является ответной ошибкой. Черный забирает пешку. Белый в ответ пробивает на поле c4. Следует ход конь c7. И так у черных лишняя пешка. Причем эта пешка сковывает игру противника. Ян Тиман создает нападение на этого пехотинца. Александр Белявский защищается ферзем. Белый ставит ладью на открытую линию. Черный активизирует коня с идеей прыгнуть на поле f4 с атакой ферзя. Белый контратакует пешку у a7. Черный осуществляет свой план. После размена на поле f4 белый забирает на a7. Но черные используют пятую горизонталь как ладейный лифт. Белый напали на ферзя. Создавая форточку для короля, ферзю теперь приходится отступать, перегораживая в какой-то степени свою ладью. Последовал ход слон b3. Белый пытается менять ладьи. Александр Белявский не против поменяться на поле c5. И затем он присматривается к пешке f2. Также нападает на коня a7. Тиман возвращает заблудшего коня в центр доски. Черный усиливает нажим на слабую пешку f2. Белый защищается. Черный нападает на коня. И что делать? Отступать невыгодно, поскольку последуют комбинационные удары на поле f2. Ну и в конце варианта черный смогут забрать еще и коня на поле a7. Поэтому белый защищает коня своим слоном. Но теперь черный проводит решающий прорыв e3. Брать пешку совершенно невыгодно, поскольку черный сыграет ферзь e4. Затем пробьют на поле e3. Поэтому Тиман сыграл f3. Но теперь черный конь внедряется в самое сердце логова врага. Еще последовал ход ладья c1. И теперь Александр Белявский находит красивый маневр ладья c7. Для того, чтобы ладью через поле d7 перевести на d2. Белый конь отступает на 5. Черный играет ладья a7. Напада и на коня. Также слон на поле a4 провисает. Контр-атакует Тиман ферзя. Ферзь уходит на поле d5. Под боем конь. Этот конь должен уходить. Ну и после взятия на поле a2. Белым стоило забрать слона. Сразу, правда, шаг с поля h7 не проходит. Для того, чтобы выиграть ферзя. Поскольку провисает ферзь на поле e2. Но белый могут защитить ферзя ходом король f1. Правда, у черных находится оборонительный ресурс g6. И дальше они переводят ферзя на поле d2. Получая решающую позицию. То есть ферзь c3 на король f1. Другого за белых не видно. Все фигуры подвисает. Особенно слон на поле c2. Ладья также висит на c1. Так вот, черный сыграет ферзь d2. С нападением на ладью. А также на слона. Ну и после размена на поле d2. Под боем ладья. А на уход ладьи на поле b1. Черный забирает на c2. На взятие королем. Просто проводят ферзя с шахом. Но нидерландский шахматист. В этой тяжелейшей для себя позиции. Допускает грубый зевок. Он играет король g2. И пропускает комбинационный удар. Ферзь b3. В результате которого черный получает огромное материальное преимущество. Напишите в комментариях, как часто в ваших партиях возникает типовая позиция миттельшпиля с висячими пешками. И с каким успехом вы эту позицию играете. Ну и также не забывайте поддержать ролик лайком, репостом. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok